Привет, ребята! Привет, привет! Илья, вот расскажи, кто у нас сегодня в гостях? В гостях у нас сегодня Владимир Брагин, шеф-повар ресторана Дружба народов. Ну и член Ассоциации Кузбасских шеф-поваров. И наоборот. Наоборот? Наоборот. Член Ассоциации Кузбасских шеф-поваров, наоборот? Да, наоборот. Так, вот расскажи, Володь, что мы сегодня будем готовить? Сегодня мы будем готовить узбекское блюдо каурма-лагман, переводится как жареный лагман. Для этого нам понадобится говядина, овощи, лук, морковка, перец, лук, чеснок, зелёный лук. Зелёный лук у нас пойдёт на оправление, яйцо. Для теста нам понадобится яйцо, мука и специи. Итак, прямая лапшу мы будем готовить прямо сейчас? Да, лапшу мы будем готовить прямо сейчас. Для этого нам понадобится мука, вода, тёплая примерно, 50 градусов, и яйцо. И миска. И миска. Не обязательно голубая. А я овощи порежу. Овощи мы нарезаем крупным кубиком, приблизительно сантиметр-полтора. Мельчить не стоит. Самое сложное здесь, наверное, в этом блюде, это будет как раз-таки и лапша, потому что её мы будем в процессе, в дальнейшем, тянуть, поэтому нужно поймать самую главную консистенцию теста. Говорят, лапшу стоит тянуть, вот кота не надо. Да, добавляем соль. Добавили яйцо, насыпаем муку. Начинаем замешивать тесто. Тесто должно быть тугое, чтобы мы смогли потом скатать лапшу. Ты, Володь, уже сколько в повар? С шеф-пором Дружбы Народов я являюсь 3 года. А Дружба Народов, это получается полностью восточная кухня? У нас там, ну вообще, можно сказать, в Дружбе Народов, она так и называется, Дружба Народов. Там весь мир в твоей тарелке. Конечно, у нас восточный уклон, но есть и русские блюда, и белорусские. Ну вот я и замесил тесто. Или я там нарезал как раз овощи. Да, тесто довольно-таки тугое. Тугое, это значит какое? Упругое. Да, то есть вот. Жесткое. Да, жесткое. И нельзя, чтобы оно было сильно жесткое, потому что тогда мы не растянем лапшу. Вот, сейчас мы его накрываем. Тесто нужно под мешочек полежать минут 15. Чтобы у нас постояло так. Подняться, естественно, он вас не сможет, там Дружбе Народов. Потому что Дружбе Народов нет, да. Сейчас мы начнем готовить как соус для нашей лапши. Понавится растительное масло. Нужно нам масло очень сильно раскалить, потому что лук мы будем выжаривать. Пока греется у нас кастрюлька, я нарежу мясо. Прям крупными такими кусками, правильно? Да. Буду резать кубиком примерно 1,5 на 1,5 сантиметра. Илья может пока порубить чеснок, мелко-мелко порубить чеснок. Отлично. Лагман называется жареным, потому что все ингредиенты, собственно, будут обжариваться. Правильно? Да. То есть здесь не будет совсем жидкости. А, вот как. Да, здесь он полностью будет жареный. Обычно это как, типа, суп, консистенция такая, да? Да, можно сказать, консистенция супа. Даже на Востоке где-то он считается горячим блюдом, где-то он считается супом. Я так понимаю, масло раскалилось? Да, масло раскалилось, видно уже, пошел дымок. А у нас соус вообще шумит. А у нас соус вообще из чего будет? Это овощи, да. Овощи. А, все овощи идут на соус получается. Ясно, ясно. Из этого и будет соус. Илья, ты наверняка очень мало знаешь про восточную кухню, в отличие от Владимира. И ты, наверное, у него что-нибудь хочешь узнать? Узнать хочу. Расскажи мне что-нибудь про восточную кухню, чего я не знаю. Про восточную кухню в последнее время популярностью, пользуется большой популярностью, потому что можно даже это судить по ресторану, который у нас открывается. Да, у нас, кстати, много, да, заведений там. Да, потому что довольно-таки простая и понятная кухня. Сытная, где большое количество мяса. Мясо давай мне, да? Давай мне мясо, Ралтег, да? Я тоже люблю мясо, да. Долго у нас лук должен обжариваться? Да, лук, он частично уже начал чернеть. Сказал, такой темненький, ну как для плова делается, да? Да, как для плова, но для плова он выжаривается более сильно, практически полностью исчезает. Здесь, вот как у нас равномерно поджарится, колер такой темно-коричневый, можно сказать, так мы будем закидывать говядину. Ну это уже у нас делается для цвета, он отдает свой цвет потом, да? Ну и так же аромат специфический. Уходит неприятный запах из лука и, соответственно... И приходит приятный. Ну, приходит, начинает немного, да? Будем добавлять говядину. Вам тоже все это надо делать на максимальной температуре, да? Да, это все будем делать на максимальной температуре, обжариваем говядину. А мы солить и перчить все это дело не будем? Вот сейчас мы добавили мясо, солить мы сейчас не будем, это повлияет на мягкость мяса. Оно будет... уйдет тогда вся сочность из мяса. А вот перчить, перчить мы будем. А солить будем в конце, наверное, да? Солить будем в самом конце и специи добавлять в самом конце. Дальше мы закидываем морковь. Да, напоминаю, что делаем это все на максимальной температуре. То есть, чтобы у нас все ингредиенты быстро обжарились, потом мы их уже будем тушить. А мясо мы до какой степени обжариваем? Чтобы она просто корочка покрылась? Да, мясо мы обжарили мясо, чтобы она покрылась корочкой, добавляем морковь. Корочка заставляет сок остаться внутри мяса. Все, морковочка у нас тоже уже обжарилась, уже даже где-то мягкая стала. Добавляем перец. В последнюю очередь, значит, перчик у нас есть. Я старался перец хорошо крупно нарезать. Тесто у нас уже подошло, вот оно мягкое, стало эластичное. Нам понадобится масло. То есть, руки смазываем и начинаем катать. А с пастомашиной можно же делать это все? Ну, вообще нет, потому что... Это только на итальянскую, да, подходит? Да, это здесь именно ручной труд. Потому что чувствуешь тесто, тесто нужно чувствовать, понять какую толщину надо раскатать. Раскатать по эластичности. Пастомашина раскатает все подряд. А здесь уже ты чувствуешь, много муки. На энергетику-то свою передаешь, правильно? Любовь. Конечно, любовь. Теперь мы ждем 15 минут. Тесто у нас снова должно приобрести свою эластичность. Потом мы будем раскатывать еще длиннее, ну, то есть, крутить рогалики. Подождем 10 минут, и потом уже будем стянуть саму лапшу. Затем будем ее уже варить. Редактор субтитров А.Семкин Так, я так понимаю, все, лапша наша уже. Да, лапша у нас почти готова, осталась последняя стадия. Сейчас мы ждем, и у нас уже как раз практически готов соль для лагман. Прямо сейчас будем добавлять томатную пасту, потому что жидкости не осталось. Добавляем томатную. Томатную пасту еще главное тоже, чтобы она обжарилась там, да? Чесночок, пора тоже, наверное, да? Да, сейчас будем добавлять специи, чеснок, соль. Вот у нас такая густая консистенция, то есть, мы добавили специи, томатную пасту. Практически готово все. Здесь у нас вода почти закипела. Сюда мы тоже добавляем соль. Вода у нас закипела, поэтому сейчас мы начинаем уже непосредственно тянуть лапшу. Интересно, как сейчас такое тесто сырое себя будет вести в кастрюле? То есть, он нормально ларится, не слипается? Так оно все, смотри, в масле же. Оно все в масле, да. То есть, мы распределяем равномерно, чтобы тесто у нас было... Ну, это что-то история про веретено какое-то получается, да? Не, ну, выглядит, конечно, красиво все это дело. Раньше вот советские русские бабульки, так они это, пряли пряжу. Из лапши? Из лапши не пряли, конечно. Но у них, я думаю, классно получалось это делать. Я вот, честно, ни разу не делал. Я вот, собственно, все катаю. Воскатал, помогай. Волази уже. Ох, какая тема. У вас так лапшичка и вытягивается. Круто. Я ни разу не велик, как лапшу вытягиваю. Главное, не жалеть масло и побультыхать там, чтобы она не слипалась, правильно? Да, хорошо перемешать. Так, Илюха, готовь досочку. А она быстро, да, варится? Да, буквально вода закипела. Сито нам надо, да? Вот уже все, вода закипела. Лапша у нас готова, соус у нас тоже готов. Яйца надо будет жарить, да? Да, нужно будет пожарить нам глазунью. Вот это уже выглядит вкусно. В принципе, можно без лапши все это есть. Да. А как пахнет? Соус добавляем в лапшу. Ну, должна быть прям такая поджаренная, да, нет? Нет, она должна просто перемешаться. И взять все специи, весь вкус мяса. Буквально такие прогреть минуты три. Здесь у нас все готово, то есть лапша приобрела цвет мяса, соуса, весь вкус взяла. Теперь мы можем выкладывать. У Ильи почти готово яйцо. У нас еще тарелки, я смотрю, сегодня необычные. Да, тарелки у нас с восточным орнаментом. Да, только хотел сказать. Кстати, когда яйцо жарите, можно, чтобы белочек побыстрее пожарился, да? Можно его стучать. Можно его прокалываем, да? Немножко. Мясо получилось у нас очень мягко, потому что мы видим даже, что полоком она расходится. В общем, у нас сегодня так аутентичное блюдо очень. Я думаю, достаточно. Конечно. И посыпаем зеленым луком. Ну что, я смотрю, готово все, да, Володь? Да, наше блюдо Курма Лагман готово. Приятного аппетита. Да, и, наверное, Илья хочет поблагодарить. Спасибо тебе. Владимира. За то, что накормил нас, за то, что пришел. И, думаю, еще не раз с тобой увидимся. Встретимся. Встретимся. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!